Ну а на чужой половине выходы к воротам и удары. Не так часто они случались. Начало тайма. Вот здесь были шансы. Вот главный из них, пожалуй, самый первый момент у капитана команды Грошева. Он зашел в штрафную площадь слева, пробил перекладину. Но это еще не все. Были моменты игровых столкновений у двух команд, в которых никто не был виноват, но так получилось, что довольно болезненные стыки между разными футболистами. А вот самый, пожалуй, острый момент у ворот Газовика. Здесь Велик Шамулековский выходил на ударную позицию. Парняков, сам того не ведая, едва не сделал ему голевую передачу, но вовремя подоспел Андреев и сумел выбить мяч буквально с ноги. Атакующего полузащитника Сибири. Моменты, полумоменты. Вот здесь тоже довольно красивое падение. Красивый такой даже нырок удается полузащитнику Сибири Зиновьеву. Арбитр встречи, белгородец Денис Шпилев, как правило, не реагировал на такого рода падение. Здесь он тоже не поставил никакого нарушения, никого не предупредил. А еще был в первом тайме, в самом начале падения. Играют Николай Валентич, номер третий. Виктор Головатенко, пятый номер. Номер двадцать четвертый Игорь Климов. Сорок четвертый. Ох, момент. И едва не срезает мяч. Свои ворота игрок обороны Газовика. И Максим Грошев. Посмотрим за этой атакой. Передача не прошла, а если прошла, мы поняли, что игра такой, как до перерыва, не будет. До перерыва инертный Сибирь позволял оренбуржцам атаковать. И даже по итогам первого тайма Газовик выиграл владение мячом. Пусть на пару всего. Удар издали. Двенадцать клубов. Которые разыграют места, чтобы остаться в дивизионе. Опасный момент. Падает игрок Газовика. Удара поворотом так и не состоялось. А близко был рефери. И у рефери, видимо, нет претензий. Никаких к обороне Сибири. Такой замечательный шанс. Но даже нет пенальти. Ну, не знаю. По сегодняшней игре тот час, что мы видели с вами, согласитесь, Газовик ничью. Вполне заслуживает. Может, даже и победу. Вот момент. Выход на ворот. Впереди еще около 25 минут игры. И четыре замены может сделать оренбургский тренер. Хороший отбор на чужой половине поля. Без нарушения правил с точки зрения арбитра. Надо как-то распорядиться этим мячом, этим эпизодом. Ой-ой-ой-ой-ой. В пятером в штрафной площади оказались футболисты Газовика. И запороли такой момент офсайдом. Ай-яй-яй. Численный перевес создали. Себе в штрафной площади в по этой веке. Да, нерачительно распорядились мячом. Но, может быть, сейчас что-то будет. Более путное, пожалуй, так и есть. Посмотрим, чем это завершится. Но, вообще говоря, есть ощущение, что рановато. Расслабляется Сибирь. Чувствуя себя в недосягаемости. Желтая карточка и красная карточка следом Николаю Зайцеву. Уже имел одно предупреждение. Ну, это симуляция, что ли, карточка? Ну, послушайте, ну, желтая карточка за симуляцию. Но это же не в штрафной площади. Как же за это можно показывать карточку вторую и удалять игрока? Ну, совершенно непонятное решение судья принимает. Друзья, дорогие. Денис Шпилев, найдите возможность объяснить где-нибудь. Напишите там в фейсбуке, там в блоге в каком-нибудь. Что вы сейчас сделали? Для чего это надо было делать? Он что, пытался пенальти заработать, что ли? Игрок перепрыгивает. Падает. Дело не в штрафной площади происходит. За что тут карточка? Давайте разберемся, может быть, ну. Что произошло-то? За что желтая карточка? Боже ты мой, а? Театр абсурда какой-то. Ну ладно, поехали дальше. Ну, давайте смотреть снова и снова. Перепрыгивал. Чтобы не столкнула Сибирь, в которой случается удаление. Но если в прошлом туре поле покинул Максим Астафьев, то сегодня удален игрок команды соперника. Удар издали. Как близко этот мяч проходит. Это Элтон. В общем, игра обнажила массу проблем у хозяев. И с увозом этих всех проблем победить будет тяжеловато. А тут еще вот какой удар издали. Николай Цыган отводит эту беду от ворот. Булыга. Замечательный удар. Цыган еще и пытался поймать мяч или чего-то. О, благоразумно передумал уже в воздухе. Смотрите, ни одного удара в створ в ворот Сибирь сегодня не нанесла. Ноль. За 87 минут. Но это стыдоба же. А вот вам седьмой удар в створ в исполнении газовика. Газовик играет в меньшинстве, я напомню. Акимов. Воодушевились зрители. Опа! Вот так часто бывает в футболе. Очень часто. Знаете, для этих ситуаций известный тренер Жозе Мауриньо однажды придумал такую фразу «Best Team Lose». То есть команда, которая играла лучше, проиграла. Вот сегодня это ровно те самые точные слова. Томаш Чижак. Классный удар издали. Не убавить, не прибавить. Прострелил. На вылет. Почти и сетку порвал. Точное решение Радюкина выпустить его на замену сегодня. Ну и, конечно, не нашлось игрока, чтобы встретить Чижука. И накрыть этот удар. Посмотрите, видите, какой был зазор между ближайшим Чижуку и игроку. Поэтому был хороший замах, хороший удар. По-моему, еще мяч изменил направление полета слегка. Там рикошет. Безусловно, рикошет. И бессилен Леонид Мусин. Повержен таким образом голкипер Газовика. Болельщики Оренбургской команды, наверное, еще могут рассчитывать на то, что команда успеет отыграться, если покажет сейчас свой максимум. Максимум того, что осталось. Сил, возможности, везения. Но времени остается очень мало. И в который раз убеждаешься. Сибирь команда в высшей степени эффективная. Вот. Для следующей игры. Не знаю, в общем, теряюсь в догадках. Здесь еще один хороший момент возникает у Сибири в концовке. Уже на исходе первой компенсированной минуты. Но выручает Леонид Мусин. Спас по-настоящему. Не смог выручить в эпизоде с голом. Там и нельзя, наверное, было. Идет четвертая компенсированная минута. Булыги дают пробить. Он бьет. И бьет-то здорово. Уходит мяч на угловой. Что решает Шпилев? Нет, ребята, угловой я вам подать уже не дам. Решает судья. Спасибо ему, Денис Шпилев. Один из главных участников этой игры. Молодцы футболисты Сибири.